Вы смотрите программу День. Китайские средства массовой информации сообщают, что российские военные смогли заполучить израильскую ракету-перехвачек Проща Давида, упавшую на территории Сирии. Ракета была выпущена в ходе боевых действий на израильско-сирийской границе. Теперь Прощу Давида внимательно изучают в Москве. На связи со студией военный эксперт Владимир Янкелевич. Владимир, здравствуйте. Добрый день. Насколько тяжелым действительно такой случай произошел? Насколько ущерб для наших силовых структур, для безопасности еврейского государства? Я думаю, ущерб в данном случае только моральный, потому что ракета, которая не поразила цель по какой-то причине, она должна была там наверху взорваться и там ликвидироваться. Если она упала, значит что-то у нее не сработало. Значит, что-то такое не сработало. Но в остальном, дело в том, что самое главное не в том, что находится непосредственно на вот этой ракете, а то, что находится на земле в центрах управления, которые управляют движением ракеты, наведением и так далее. Поэтому, собственно, ракетная технология, ну, увидят какие-нибудь, ничего там особо такого, сверхъестественного, они не найдут. Вот. Я вообще думаю, что это больше и больше такой психологический момент. Ну, посмотрят, да. Определявшись, атакамство стоит, предположим, уцелеют какие-то микросхемы после падения с этой визиты. Ну, увидят микросхему, что дальше что-нибудь с ним сделать. Ничего. Я думаю, что в основном это говорит о том, что вот ракета, где-то в ней был какой-то дефект, что она не взорвалась. Больше я в этом ничего не вижу. Думаю так. Если мы говорим о ракетном противостоянии с нашими врагами, то вот недавно бывший посол Израиля в Соединенных Штатах Майкл Орен высказал, что сценарий нашего следующего вооруженного конфликта с Ираном и его союзниками будет выглядеть следующим образом. На Израиль обрушатся тысячи ракет, как из Ливана и из Газы, так со стороны Сирии, Ирака, территории Ирана и даже из Йемена. Готов ли Израиль, готова ли противоракетная оборона страны к такого рода испытаниям? Дело в том, что противоракетная система, которая гарантирует абсолютно стопроцентное прикрытие, ее не существует в принципе. Но то, что рассказал Майкл Орен, я достаточно хорошо познакомился с его высказыванием, говорит о том, что стрелять они все будут примерно как в тире. Там на стены ставят мишени, и вот они будут это расстреливать. Кого-то отобьют, кого-то нет. Естественно, при массовом падении ракет, то все их не собьешь. Но задача, вопрос очень простой, потому что с момента, когда начинается ракетная атака на Израиль, то в этот момент запускаются не только средства ПВО, противоракетной обороны, но и средства активного нападения. Этого у нас, слава богу, хватает. Вот, поэтому предполагать, что там будет, так сказать, спокойный расстрел, а они будут стрелять в коктейрии и спокойно будут выпускать тысячи ракет, я думаю, это не стоит. Конечно, в принципе, при таком сценарии действительно что-нибудь долетит, но я никак не могу согласиться с анализом Майка Орена. Потому что, дело в том, что над вероятными противниками очень внимательно висят спутники, наблюдают за каждой позицией при стартах, там мгновенно будет нанесен удар ответный. Это один компонент, о котором он как-то молчал. Он говорит только о противоракетной обороне, понимаете, а то, если вот типа Кипад-Барзель или Железный Лусь, ну, в общем, такие вот. О том, что какие ракеты находятся у нас на позициях и каким образом и откуда мы можем ударить, он об этом как-то не очень говорил. Но, кроме этого, надо не забывать, что регион, где мы находимся, в то же время находится в зоне ответственности американского флота, у которых есть свои средства. Предположить, что все это будет летать, они там будут спокойно кофе пить, тоже как бы весьма сложно. И, кроме этого, есть свои средства у Саудовской Аравии, которые могут палить. Конечно, можно сказать, почему они не ответили на бомбардировку собственного нефтеперегонного завода, это достаточно понятно. На сегодняшний день повод для вступления Америки в войну недостаточный, чтобы вступить в войну в преддверии выборов президентских. То есть, вот Буш, когда вступил в войну, у него не было выхода, твинтауэр и так далее, пришлось. Но если будет такая ситуация, безусловно, в войне будет участвовать все окружение. Поэтому говорить о том, что нас будут расстреливать, мы будем сидеть под этим градом ракет, я думаю, это неверно. Теперь в отношении Хизбаллы. Там говорят, вот у Хизбаллы 100 тысяч ракет. Важно же не то, что у Хизбаллы 100 тысяч ракет, а важно, сколько пустовых установок. Потому что 100 тысяч ракет на складе, ну, лежат на складе. А сколько ракет надо выпускать с пусковых установок? Значит, вопрос, сколько пустовых установок? Дальше пусковые установки необходимо вытащить на позиции. И для того, чтобы они представляли реальную опасность, они должны выстроиться рядом и пульнуть в одно время. Одномоментно. А это невозможно скрыть от средств наблюдения за позициями. Как только они начнут разворачиваться, они получат свой удар. То есть, как-то вот так вот, причем есть достаточно серьезный банк целей, как и в Йемене, так и в Сирии, так и в Ливане. Я не думаю, на мой взгляд, что это все закончится очень плачевно для агрессивных стран. Реальная, вот, на мой взгляд, более ситуация, это то, что иранцы объявили о увеличении обогащения урана, а, значит, допущение Ирана к ядерной бомбе, я думаю, это вопрос достаточно обсужденный. И вот этот вот вопрос, на мой взгляд, более серьезный. Владимир, вы заговорили о средствах активного нападения, но тот же Майкл Орен упомянул, что у Израиля просто нет стратегических бомбардировщиков, которые смогли бы достигнуть территории Ирана. Если это действительно так, насколько это серьезно, насколько это меняет картину в возможном военном столкновении с Ираном и его союзниками? Ну, во-первых, туда не должны лететь бомбардировщики. Бомбардировщики, как правило, летят тогда, когда вся система ПВО подавлена. Значит, первое, это подавляется система противоракетно-противовоздушной обороны, а потом туда летят бомбардировщики, которые в условиях подавленного сопротивления начинают заниматься примерно так же, как российские войска в Сирии. Вот. Поэтому я не знаю, почему он так говорил, мне это понять сложно. Вопрос о том, кто полетит первым, первые полетят беспилотники, ударные ракеты и так далее. А уже самолеты пойдут позже. Насколько российская система ПВО в Сирии, в случае, опять же, возможного военного конфликта на севере, может стать серьезным препятствием для наших военно-воздушных сил, вообще для нашей армии? В этой ситуации вообще-то всякая система ПВО обходится, в том числе и С-300, и С-400. Кроме этого, Израиль обладает достаточно большим количеством систем, которые работают наведением по активному локатору. То есть запускается, к примеру, есть такая система, называется Гарпия, например. Она летает над районом столько, сколько, ну часов шесть, по-моему, она может летать, я сейчас не помню точно, да. И как только она обнаруживает любой работающий локатор, она немедленно на него пикирует и превращается из беспилотников в бомбу. То есть она не дает работать никакой системе локации. Ну, пожалуйста, можно попытаться ее сбивать, но в это время одновременно этих Гарпий там будет туча, и будет попробовать противостоять. Но это только один аспект, который я назвал. Таких вариантов очень много. Но важно здесь совсем не это. На мой взгляд, важно вот что. А зачем России противостоять Израилу? Вот Россия вложилась в Сирию очень серьезно и основательно. Бенефициаром там может быть Россия и Иран, не турки, я думаю, да. Ну вот и по большому счету, значит, если будут громить Иран, так и, слава богу, расчистят поле для России, для того, чтобы они могли хоть наконец как-то окупить свои затраты за счет нефти там и чего-нибудь еще. А встать на позицию противостояния всему миру, ну, я думаю, для России это самоубийственно. Я поэтому вот так относился к системе. Владимир, и последний вопрос. Мы говорим все время о возможности, о потенциале. И все-таки на ваш взгляд, насколько высока вероятность вот подобного негативного развития событий, подобного мрачного сценария региональной войны, в центре которой окажется Израиль? Понимаете, чем меньше миротворческих заявлений, тем ниже вероятность войны. На мой взгляд, вот происходящее сегодня в Израиле, вот без времени, без правительства, это может только положительно сказать на вероятность войны. Нам нужно правительство твердое, которое бы стояло на защите страны и меньше делало реверанса в сторону Ирана и арабов. Вот, собственно, это снижает вероятность войны. То есть снижает не миротворчество, а наоборот, демонстрация готовности в любой момент применить всю свою мощь. Вот если в это верят, то тогда войны, скорее всего, не будет. Ведь не важно, сколько у вас авианосцев или там бункеров бойных бомб. Важно то, насколько вы готовы это применить. Вот это вот вопрос психологии войны. Ну, в общем-то, это так. Военный эксперт Владимир Инкелевич, большое вам спасибо за эту беседу. Всего хорошего.